здравствуйте с вами взрослые игры и я марина табейкина и сегодня мы разберем тему которую предложили наши телезрители как воспитать в девочке женственность обращаю ваше внимание что это не про те случаи когда сама мама женственная может подавать пример потому что именно через наблюдение ребенок очень много усваивает и тогда в принципе вопрос о женственности подрастающей дочери не встает мы будем говорить о тех случаях когда некоторые вещи упущены так как в случае личного положительного примера даже если учесть что ребенок растет в социуме где женственность имеет абсолютно разные понятия и минуя подростковый возраст ребенок сера может проявлять хулиганство и в первую очередь какие-то мальчишеские замашки так как мы говорим о девочках да все равно неминуемо подрастая она будет копировать поведение мамы если она успешно и эффективно фактически а можно сказать что как бы это заложено изначально если в этом случае мама еще всячески старалась его одобрять подбадривать развивать и мотивировать то конечно же тут могут возникнуть лишь трудности с тем каким образом как бы правильно выстраивать отношения с противоположным полом но не с тем как выражать себя мы же сегодня все-таки берем во внимание те семьи где женщины сами учатся становиться женственными наконец-то придя к тому что есть понимание важности этого для себя для своего здоровья для своей жизни ни в коем случае не оправдывая свое неженственное поведение грубостью мужчины других людей не приписывая ответственность окружающим за то какая она выросла женщина стремится к тому чтобы научиться чему-то новому для того чтобы действительно получать удовольствие от жизни именно в такой ситуации в такой семье возможно воспитание девочки которая в дальнейшем тоже будет транслировать женственность окружающему миру нет изи не стоит дивана над душой сделай что-нибудь ну так поговори с девочками игнорирую его если же у самой мамы нет нужных установок а обращаю внимание что все-таки девочку в плане женственности должна развивать взрослая женщина то он фактически все воспитание будет как некий эксперимент который может привести к абсолютно разным последствиям может быть и положительным но спрогнозировать точный результат фактически в данной ситуации невозможно ведь женственность воспитывается исходя из определенного внутреннего отношения к себе и к мужчинам себя женщина должна беречь и любить а мужчин уважайте помогать им сохранять достойное лицо и вот здесь может встать вопрос а что если нет рядом мужчина которого ты уважаешь а что если рядом тот кто в принципе ведет себе недостойно конечно же проще всего находить скажем так препятствия на своем пути и наделять ответственностью тем кто действительно может негативно влиять это несомненно это нужно учитывать но в данной ситуации помните что есть такие вещи которую можно сделать несмотря ни на что и тогда и ваше окружение неизменно будет меняться приписывая себе неприятные помехи которые окружают вас и скажем так мужчин которые не вызывают желание развиваться здесь нужно задать два вопроса первый почему вы до сих пор находитесь рядом с этим мужчиной а здесь всегда ответ легко сказать всегда есть какие-то причины и второй почему вы не готовы взять ответственность за себя и за свою жизнь а ждете что вам кто-то создаст условия ведь в данной ситуации в жизни человека может что-то изменится только тогда когда он сам начнет что-то делать и здесь очень важно признать что на самом деле проще взваливать на себя груз проблемы решать их самостоятельно на самом деле проще высказывать негатив по отношению к мужчине и брать ответственность за то что он не сделал чем учиться радоваться чем учиться видеть достоинство чем учиться наступать себе на гордыню просить показывать свою слабость и уязвимость именно поэтому женщины заняли мужскую позицию и считают что в принципе для них она неизбежна эта позиция по которой проще пойти просто всего того что здесь нужно проявлять свои негативные стороны характера для того чтобы проявлять положительные стороны всегда требуется духовное усилие самый банальный простой пример который можно сейчас услышать когда женщина говорит зачем я буду унижаться когда лучше пойду и сама заработаю и если тебе действительно нравится работа то сделать карьеру без парня тебе будет легче нет я не хочу быть как ты мэк чтобы работа была смыслом всей моей жизни согласитесь что с такими установками сложно вырастить женственность собственной дочери поэтому давайте разберем какие все-таки главные ориентиры которые нужно учитывать на пути в этом развитие первое мужчины и женщины имеют разные недостатки тем не менее и те и другие имеют и сложно женщине понять мужские а мужчине женские соответственно важно научиться воспринимать мужские ошибки и понимать их и относиться скажем так снисходительно к некоторым слабостям и проявляться просто потому что вы знаете что у вас тоже есть в характере и в поведении недостатки мужчины заслуживают уважения хотя бы только лишь потому что мы стремимся их любить и чтобы не говорили все остальное теряет смысл когда в жизни человека отсутствует любовь а значит соответственно очень важно уважать того кто возможно вас хоть как-то вдохновляет на изменение в жизни на развитие на преодоление трудностей ну и последний ориентир вы не знаете что такое быть мужчиной поэтому не диктуете свои правила ваше мужеподобное поведение это не ваше умение быть мужиком это не умение быть женщиной научитесь покажите пример создайте такие условия при которых рядом с вами можно будет расти тогда возможно вы действительно будете иметь право требовать как итог очень важно иметь правильные мысли чтобы на самом деле вырастить из девочки девушку из девушки девушку из девушки женщину вот которая сможет проявлять женственность и помните пожалуйста что во все времена были женщины которые действительно могли жить скажем так так как им хотелось проявляя именно женский характер показывая именно свою уязвимость и слабость для этого можно просто развернуться к истории поизучать скажем таких женщин которые действительно в глазах мужчин были музами которые в свое время скажем добивались успеха за счет того что они были интересны не только с точки зрения внешности но и того как они себе вели то что они могли рассказать чем они могли поделиться урод белье из больницы что у тебя спортивный лифчик он удобный и очень хорошо поддерживает понятно вначале шелковое белье объятья улыбки а как вы идите замуж появляются тональный крем и панталоны не хватает только плаката никогда не занимаюсь сексом никогда никогда а куда девался красный лифчик он был классный я сохраню его для своего недебильного мужа с чего же начать этот интересный путь воспитания в девочке женственности ну в первую очередь конечно же сказки ведь она у нас еще маленькая и мы можем читать ей сказки конечно о мужчинах героях конечно же о богатырях ну и вообще рассматривать всевозможные примеры положительные в которых мужчина действительно мог бы повести себя достойно личный пример который я привожу наверное единственный раз в какой-то передаче о себе моя мама на протяжении моего взросления постоянно мне рассказывала о том как скажем дорогие мне мужчины действительно могли быть достойными и как они способны были проявлять себя по отношению к женщине с точки зрения мужественности и именно это наверное повлияло на мое отношение на выбор спутника жизни и на какие-то другие моменты которые действительно скрасили мою жизнь поэтому очень важно когда изначально девочка все-таки понимает что мужчина это не агрессор даже если такое присутствует в семье мужчина это тот кто способен ошибаться к сожалению увы и бывает это очень часто но тем не менее при этом это тот кто способен защитить кто-то способен быть сильным второе что необходимо делать это приучать девочку к доброте к уходу за животными к волонтерству к помощи пожилым людям ведь именно доброта делает женщину женственной только помните пожалуйста что доброта это не признак слабости это невозможность вытирать об тебя ноги когда женщина не способна за себя постоять здесь можно сказать не о добрите а о бесхарактерности это абсолютно другое проявление быть доброй это значит просто любить этот мир и чувствовать себя комфортно в нем третий очень важный момент который необходимо учитывать воспитание девочки это учиться и учить ее не катастрофизировать ситуации воспринимать мир позитивно так как он того и заслуживает потому что к сожалению некоторые женщины настолько способны сделать из мухи слона что потом готовы этого слона таскать за собой неделю да бывают крайне неприятные ситуации когда женщина например попадает в больницу и не получает сочувствие со стороны своего близкого мужчины когда происходят какие-то неприятные инциденты здесь необходимо погоревать прожить но не упиваться этим горем неделю не заводить себя не доводить себя до иступления важно очень понимать что это всего лишь к сожалению неприятная ситуация которую нужно пройти сделать из нее вывод но тем не менее не растягивать как горькую жвачку учить девушку девочку следить за своей внешностью за своим здоровьем всячески скажем так выстраивая это на положительных примерах и не ждать когда оно само по себе произойдет очень часто бывает такое что девочка в ходе подросткового возраста начинает очень некрасиво выглядеть в силу определенных гормональных изменений да имеются скажем так проблемы с кожей имеются проблемы с волосами также неоприятный внешний вид может способствовать тому что ребенок просто не приучен к тому как это хорошо выглядеть и здесь это должно выстраиваться через сравнение через положительные примеры потому что женственность силы не развивают то есть действительно должно быть время для того чтобы ребенок научился получать удовольствие от своей привлекательности и поверил в нее важно помнить что женственность это не одежда и не красота а в первую очередь настроение и уважительное отношение к мужчинам поэтому здесь необходимо настраивать на то каким образом девочка проживает сегодняшний день насколько позитивно она воспринимает его и собственно говоря весь мир насколько ее установки по отношению к людям имеют доброжелательный оттенок именно поэтому необходимо ее привлекать к женским увлечениям таким как танцы пение рисование потому что они позволяют создать женское настроение и не страшно что у нее есть еще какие-то и свои интересы особенно в подростковом возрасте потому что подростковый возраст дан каждому для того чтобы попробовать себя во всем девочка может одновременно танцевать и ходить на самбо самое главное чтобы у нее был ориентир и выбор также учить для себя и других создавать праздники концерты сценки учить быть легкой и веселой для того чтобы действительно можно было каким-то образом прожить свою жизнь так чтобы чувствовать себя живой именно эта женщина отличает от той которая фактически не живет а существует также очень важно смотреть совместно фильмы где показаны женско-мужские отношения и разбирать в первую очередь разбирать конечно же отрицательные моменты ошибки мужчины и женщины и определять почему это могло произойти с ними потом смотреть что положительного в этом фильме по отношению скажем так женщине и мужчине и тоже определять с чем это положительное связано в какой-то степени нужно быть наставником философом учителем для своего ребенка потому что по другому она не сможет быстро сориентироваться как бы и понять какие правила в этом мире в отношениях с противоположным полом есть много хороших фильмов один из них например история о нас который можно рекомендовать также можно приобщать проводить время на природе это походы поездки вылазки экскурсии и так далее потому что именно через природу восстанавливается женская энергия и когда девочка с малых лет приобщается к тому что это действительно очень интересно позитивно и вдохновляет в дальнейшем это будет уже элементарной привычкой в ее жизни ну и конечно же очень важно учиться наблюдать за другими людьми дабы иметь возможность разбираться в том что происходит с конкретным человеком понимать что в конкретной ситуации в конкретной точке его жизни им руководит в первую очередь его состояние а не его отношение к конкретным людям а это очень важно знать для того чтобы меньше накапливать обид ну и последний важный момент в развитии женственности это конечно же приобщение к чтению что на сегодняшний день тоже уже отошло немножко на задний план чтение позволяет развивать фантазию повышает уровень осведомленности именно тогда раскрываются девичьи эмоции и именно тогда женщины интересно разговаривать потому что не только есть о чем но и есть эмоциональный окрас который и затягивает мужчину все остальное тоже конечно важно имеет место быть когда мы учим не только заботиться о себе но и учим просить заботиться когда мы учим не только защищаться но и учим тому чтобы не создавались какие-то сложные ситуации когда мы объясняем что мир бывает жесток но только через конкретных людей и к ним могут относиться как мужчины и женщины когда мы учим разбираться в людях и при этом простраивать границы говорить нет все это тоже важные знания и навыки они являются дополнительными это уже навыки личности женственность сама по себе все-таки строится на настроении отношения поэтому как итог мы получим женщину которая достойно умеет относиться к себе и с уважением умеет простраивать отношения с мужчинами а это конечно же стоит дорогого главное понимать цели тогда путь будет не столько сложен сколько интересен ну и конечно же очень важно всегда иметь какие-то образцы ориентиры поэтому можно просто выбрать для себя героинь фильмов или конкретно живущих женщин и в какой-то степени иногда наблюдать за их поведением на этом наша передача подошла к концу смотрите нас на канале арктик тв на сайте арктик тв в архивах огромное количество рассмотренных нами тем ну и конечно же на сайт тобейкина точка ру можно присылать свои вопросы и пожелания и мы с удовольствием будем их разбирать ваше субтитры добавил DimaTorzok и приятного аппетита и ваше субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...